Тысячу лет назад торговцы создавали историю, перемещаясь по континентам со своими товарами. Сегодня купить что-то можно не выходя из дома и даже не вставая с дивана. Ну а с сервисом GGSEL вы забудете обо всех нынешних ограничениях, при этом солидно сэкономив. Как это сделать? Берите листочки и записывайте. Заходите на сайт GGSEL и выбираете понравившийся вам товар и вуаля! На GGSEL есть тысячи различных позиций, начиная от премиум подписок на популярные сервисы, вроде Netflix или Spotify, и заканчивая ключами к играм по самым низким ценам на рынке. Просто сами сравните цену на ту же официальную подписку Netflix и средний ценник премиума на GGSEL и убедитесь, насколько купить его там будет выгодно. А самое важное, вы можете быть уверены в сохранности своих денег. Они будут храниться на сервисе до того момента, пока вы сами не получите товар и не убедитесь в его полной работоспособности. И лишь после этого продавец получит ваши кровные. Вы можете увидеть рейтинг каждого продавца, статистику скачивания его товаров, а также отзывы на него. Мечтаете вновь окунуться в мир премиумов без ограничений? Тогда чего вы ждете? Кликайте по ссылке в описании, выбирайте понравившийся продукт и пользуйтесь полезными сервисами без ограничений. Да еще и по самым низким ценам, вместе с GGSEL. Мы продолжаем медленно, но верно опубликовать ролики по вашим заявкам. Сегодня мы добрались до темы, которую просили уже несколько лет. Жизнь подводника уже здесь, и на этот раз ролик будет необычным. Выбирая временной период, мы столкнулись с тем, что поговорить хочется обо всем. Очень интересна жизнь как первых подводников, так и тех, что воевали в Первой мировой. Поэтому в ближайшие пару минут вас ждет своеобразный гибрид истории подводных лодок в целом и будней людей, которые на них работали в частности. Ну а если вы захотите увидеть вторую часть, вы знаете куда писать. Все до единого комментарии мы читаем под каждым роликом. Ну а эту историю начнем с Леонардо да Винчи. В мейнстримовых новостях именно он считается автором концепции подводной лодки. По его мнению, достаточно было крошечной капсулы с одним человеком внутри. Эта капсула незаметно подплывала к кораблю, крепила к нему трос со своеобразным якорем и уплывала. И когда корабль начинал движение, кусок обшивки отрывался, что приводило к его потоплению. Рабочий прототип да Винчи в итоге не построил. И лавры отошли к голландцу Корнелиусу Дреббелю. Он в 1620-м построил прототип, а в 1622-м году прогнал его по реке Темза со скоростью в 5 км в час. В его подлодке размещались уже 15 человек, но плавала она очень близко к поверхности. И когда перед армией встал вопрос создания по-настоящему боевой подлодки, инженеры все же вернулись к идеям да Винчи. Так, в 1775-м году родился проект «Черепаха». Его запилил обычный школьный учитель Дэвид Бушнелл. Гипотетический Мэйсон Маунт, наш первый гость, как и в чертежах да Винчи, был единственным членом экипажа «Черепахи». Представляло из себя оно нечто похожее на фундук. Или два сумкнутых панциря «Черепахи», откуда подлодка и получила название. Наверху Маунт мог смотреть в обзорные окошки. Дышал парень предварительно набранным с поверхности воздухом, а под водой мог находиться полчаса. Для погружения Мэйсону пришлось бы насосом закачать воду в специальный резервуар, исполнявший роль балласта. По такой же схеме для всплытия вручную воду требовалось откачать. Имелись в подлодке глубиномер, компас и даже вентилятор. На этом достоверные знания о ней заканчиваются, потому что подлинные чертежи затерялись, а четыре реконструкции «Черепахи», которые сейчас находятся в музеях, были созданы лишь по словесным описаниям. Зато достоверно известно, что доброволец Эзра Ли первым в истории попытался потопить корабль противника при помощи этой подлодки. За основу плана были взяты идеи да Винчи с поправкой на эпоху. Ведь Дэвид Бушнелл изобрел не только подлодку, но и бомбу с часовым механизмом. Ее и планировалось прикрепить к линейному кораблю HMS Eagle в МС Британии, с которой США в то время находились в состоянии войны. 7 сентября 1776 года «Черепаху» вместе с 70-килограммовой миной доставили в район боевых действий. Сержант Ли осуществил погружение и даже подошел в упор к кораблю. Свою задачу подлодка выполнила на отлично. К сожалению, был недоработан момент закрепления мины. Эзра не смог пробить корпус фрегата. Запасы воздуха закончились, и сержанту пришлось бросить мину и скрыться. Мина, к слову, вот таки взорвалась. Но произошло это в чистой воде, и урона британцам нанести не вышло. Однако это стало первым звоночком, доказывающим, что подлодки хороши. Вторым звоночком стала подлодка нашего следующего гостя – Кристиана Пулишича. Ее тоже построили в США и тоже для боевых действий. Дело было почти через 100 лет после «Черепахи» во время гражданской войны в США. И субмарина под названием «Ханли» была гораздо совершенней, хотя основные детали вроде грибного винта, балластов и воздуха для дыхания остались неизменны. Они, строго говоря, вообще по сей день используются в подлодках, так что в этом смысле «Черепаха» так и была первопроходцем. Ну а «Ханли», построенная в 1863-м, стала идейным продолжателем дела Эзры Ли. Это уже знакомая нашему глазу сигарообразная субмарина с люками для выхода экипажа на поверхность. Да, и экипажем, в отличие от одноместной «Черепахи», «Ханли» управляли аж 8 человек. Наш Кристиан Пулишич в этой подлодке был грибцом. Правда, весел уже не было, 7 человек крутили коленвал, присоединенный к грибному винту, а офицер управлял рулями и вооружением. Изначально идея была в том, что «Ханли» опускается в воду и, проплывая под кораблем, отсоединяет мину. Затем подлодка на максимальной скорости уходит, а мина, поднимаясь вверх, взрывает вражеский корабль. К сожалению, для экипажа подлодки хранить здоровенную бомбу над головами было не лучшей идеей. Поэтому был выбран более консервативный вариант. К носу подлодки прикрепили 6-метровый шест, на который и установили мину. То есть подлодка просто цепляла вражеский корабль носом, оставляла там мину и уплывала. Ну а корабль уходил на дно. И это действительно сработало. Несмотря на то, что во время испытаний по итогам двух аварий суммарно погибло 13 человек, «Ханли» так и применили в реальных условиях. 17 февраля 1864 года целью субмарины стал небольшой кораблик «Хаоса Тоник» ВМС США. С помощью мины его действительно удалось потопить. К сожалению для нашего пулишеча после этого началась мистика. Если вкратце весь экипаж подлодки погиб, а сама она затонула. А если подробно, есть сразу несколько версий. Первая в том, что подлодка всплыла, подала сигнал о своем возвращении, а затем погрузилась и больше не выходила на связь. Ну а вторая версия считает, что на связь «Ханли» больше не выходила, а все члены экипажа мгновенно погибли от взрыва. Истории первой успешной боевой подлодки посвящены сразу несколько фильмов. И ее тайна не давала ученым спать. Обнаружили останки «Ханли» лишь в 1995 году. В 2000-м лодку подняли на поверхность. И с удивлением отметили, что все члены экипажа погибли, оставаясь на рабочих местах. В корпусе подлодки не было повреждений, а сама она сохранилась в отличном состоянии. Так почему же «Ханли» затонула, а все члены экипажа погибли без видимых признаков сопротивления смерти? Для ответа на этот вопрос проводились дорогущие исследования, строились модели подлодки. И делались контролируемые взрывы. По итогам которых в 2017 году математики из университета Дьюка заявили, что погибли подводники от взрывной волны своей же мины. Шестиметрового шеста, на котором она была закреплена, оказалось недостаточно. Ударная волна мгновенно вызвала контузию легких у всех членов экипажа. Ведь самый дальний из грибцов сидел на расстоянии всего в 13 метров от взрыва 40 килограммов черного пороха. Впрочем, здесь тоже есть мистика. В останках подлодки найдены обрывки медного провода. А следовательно, взрыватель мины вполне мог быть не контактным, а электрическим. И тогда получается, что офицер подлодки просто подорвал мину слишком рано. В общем, прогресс ранних подводных лодок упирался в их неспособность находиться под водой достаточно долго. Возможность пулять ракетами была. Еще в 1834-м с прототипа подлодки Карла Шильдера, изобретателя Российской империи, был завершен первый в истории пуск ракет. Торпеды тоже испытали в 1864-м. Но те подлодки могли ходить лишь три морских мили. А следовательно, кроме как для разбрасывания мин, использовать их было особо бессмысленно. Собственно, лучше всего об этом говорят слова лейтенанта Бубнова из его справочника военного флота 1909-го года. Там военный теоретик назвал субмарины средством пассивной позиционной обороны, которые от минных банок отличаются лишь тем, что способны держать строго определенные позиции. Но Первая мировая изменила все. Как и в случае с самолетами, подлодки по ходу войны зарекомендовали себя незаменимым оружием. Хотя в 1914-м мало кто понимал, что с ними делать. Яркий пример первый же день Первой мировой. Экипаж русской субмарины Акула тогда получил приказ сходить в дозорное плавание в Финском заливе. Подлодка сходила, постояла, никого не нашла и вернулась. Тут-то командиры и начали чесать в затылках. Как-то не очень круто использовать 56-метрового монстра с торпедами, пулеметами и даже средствами поражения самолетов ради обычной разведки и установки минных преград. Тем более, что двигатели и прогресс к тому моменту позволяли даже не самой продвинутой Акуле плавать под водой 30 миль, 15 суток находиться в автономном плавании и развивать скорость в 12 узлов. К схожим мыслям пришли и адмиралы всех воюющих сторон. И если в начале Первой мировой суммарно у всех стран было 163 подлодки, то к 1918-му только Германия успела построить 373. Именно субмарины этой страны наиболее известны. Ибо подлодками У-класса немцы объявили сразу несколько войн торговым конвоем и снабжению союзников. Собственно, здесь на сцену и выйдет наш третий гость Тимо Вернер. Он один из 35 членов экипажа подлодки У-35, самой результативной субмарины Первой мировой. Она принадлежала к классу У-31, а в длину составляла 64 метра. Плавать У-35 могла со скоростью 16 узлов, а под водой проплывала до 80 миль, причем погружаясь до 50 метров. Правда, условия для нашего Тимо Вернера комфортными не назовешь. На 35 членов экипажа два туалета, один из которых перед началом патрулей, также использовали как склад еды. Душа и прочих средств гигиены не предусматривалось. Даже комплект одежды на весь выход в море давался один. А между тем длились походы по несколько недель, во время которых дышал наш Вернер коктейлем из трюмной воды, пота и паров дизельного топлива. Жар в подлодках стоял такой, что, по словам очевидцев, они ощущали себя внутри гигантской вонючей бани. Ну а спать предлагалось на кушетках в нескольких сантиметрах от товарища, сверху или снизу. Однако для командования цель оправдывала все средства. Подлодки класса У стали настоящим кошмаром для флота Фонтанты. Конкретно У-35 за время службы потопило 226 и повредило 10 судов. Среди них 4 крейсера, миноносец, 2 сторожевых корабля и 227 транспортов. А всего за время Первой мировой подлодки потопили в 30 раз больше транспортов, чем надводные корабли. Из-за отсутствия внятных коммуникаций и систем локации частенько перепадало и мирным судам. Самый яркий пример – торпедирование пассажирского лайнера «Лузитания» 7 мая 1915. Его совершила субмарина У-20, забрав жизни 1197 человек. Среди них было 128 американцев, и именно безразборчивую работу немецких подлодок называют одной из главных причин вступления США в войну. Но так или иначе, несмотря на ужасающие условия и опасность, профессия подводника уже в Первой мировой доказала свою эффективность. И вместе с этим стала очень почетной. А страны вывели противостояние субмарин на новый уровень, который во всей красе показал себя во Второй мировой. Но жизнь подводника Второй мировой – это уже другая история. Если вы хотите ее увидеть, дайте знать в комментариях. Ну а у нас пока все. До новых встреч, друзья!